Порядок лавровый, лауралис, но наиболее примитивная считается австробелия, она же образует полностью семейство, короче род австробелия два вида австралии, вот там обнаружены самые простейшие лавровые, вечно зеленые лазящие кустарники с супротивными листьями, с мелкими опадающими прилистниками, и там примитивный камбий практически вот как у магнолий там с лестничной перфорацией обнаружен. Одиночные цветки расположены в пазухах листьев, обоеполые, пыльцевые зерна тоже с одной бороздой, явно примитивное семейство. Процесс опыления не исследован, но скорее всего жуки, потому что есть стоминодии, которые этих жуков привлекают, ну как у магнолиевых, которые ранее описывал. Австробелия имеет плод по типу ягоды, крупные семена, маленький зародыш, ну вот считается, что австробелия где-то от самых примитивных лавровых происходит. Дальше амбарелловые. Амбарелла это новая каледония, тоже архаическая, вечно зеленый кустарник, высотой до 8 метров. Вот я беру схемку, она в общем черно-белая из жизни растений, но зато основные все части растений показаны, как они устроены. Амбарелла примитивная до такой степени, что у нее сосудов нет, а только трахеиды. Вот, как я уже говорил, инновацией в плане строения стебля у покрытосеменных сосудов являются, вот у амбареллы даже этого нет. Цветки тоже в пазучных, вероцветных соцветиях. Спиральный околосветник, многочисленные тычинки, разнополые, есть мужские цветки, есть женские. Пыльники скрываются продольной щелью, что характерно и для астробейлии. Опыление, скорее всего, жуками осуществляется. Ну и амбарелловые считаются по многим признакам похожи на этих астробейлиевых. Дальше считаются более развитые, это тремениевые, манимиевые, хлорантовые, ну вот тремения. Тремения тоже где-то там близко. Вот самые старые растения, магнулиевые, лавровые, это вот в основном Индонезия, вот эти вот острова Австралия, вот эти места. Ну, в частности, тремения она на Сулавесе, на Малукских островах, на той же Новой Каледонии, на островах Тихого океана, там Фиджи и так далее. Небольшие деревья, лазящие кустарники с супротивными листьями, лишёнными прилистников. Секреторные масляные слизевые клетки, хорошо развитые. Помимо трахеидов есть сосуды у тремени. Ну, цветки в пазушных, тоже верхушечных соцветиях, обои полые, могут быть однополые. Ну, строение цветка напоминает, на самом деле, предыдущие описанные эти виды, вплоть до того, что тоже, скорее всего, жуки опыляют, судя по строению цветка. Там нет ничего под пчёл. Плод тоже напоминает ягоду, чёрный или красный плод. Вот, тременивые не применяются нигде, хотя их довольно много. Вот считается, что, по крайней мере, семейство тременивые достаточно примитивное, его можно использовать для реконструкции и эволюции лавровых растений, которые, вообще-то, довольно многочисленны и разнообразны. Два клипа про лавровые делаю, во втором ещё побольше будет. Дальше у нас хлорантовые, походят на тременивые, 70 видов. Тоже Меланезия, Полинезия, Новая Зеландия, но есть хлорантовые даже в Тропической Америке, на Мадагаскаре. Хлорант довольно распространён, хлорант японский есть. Есть два вида хлоранта даже на Сахалине, на Курильских островах, в Приморье в нашем. Вот хлоранты есть у нас. И близкие к нему роды саркандра, гедиосмум. Тоже вот саркандра, она, допустим, в Корее может быть, уже довольно близко к нам и довольно разбросана по миру. Имеется род, который на Мадагаскаре, аскоринопсис, хлорантовый. Хлорантовые морфологически разнообразны. Есть небольшие деревья, кустарники, потом полукустарники. Есть травы, хлорантусы. И даже большинство видов хлорантуса это травы, а травы считаются высокой специализацией. Обычно хлорантовые, они растут на нижнем уровне влажного широколистого леса. То есть, они приспособились, в общем-то, в тени от больших деревьев расти. Имеют сферические секреторные клетки в своих листьях. И проводящую систему имеют даже вплоть до того, что саркандра вообще сосудов не имеет. А другие имеют довольно примитивные сосуды. То есть, проводящая система примитивная, поэтому сразу, короче, в примитивные их записывают. В то же время, цветки у них довольно редуцированные, мелкие, невзрачные. И это считается, короче, признаком более развитым. Потому что вот у самых первых покрытосеменных, у магнолий, были крупные цветки. Показывал магнолий, они до сих пор этим известны. А вот такие мелкие цветки, которые особенно в колосьях, там, в метелках, это считается уже высокий уровень развития. Вот у холорантуса мелкие, и именно как колосья они идут. Редуцированный там андрацей и прочие всякие признаки именно высокой специализации. Там доходит до того, что одна тычинка, только все редуцировано. Пыльцевые зерна одноборозные, что считается примитивно. Запах издают, поэтому предполагают, что опыляют насекомые, но не зафиксировано. Поэтому возможно, что они и ветром опыляются. Признак такой, что он хорошо пахнет, этот холорантус, считается, что возможно это насекомые опыляют. Холорантусы могут быть декоративные, и хлорантус можно использовать для ароматизации чая. Ну вот в магазинах там чай с жасмином, терры-пыры, а вот можно с бергамотом, а вот можно с хлорантусом тоже. Для того, чтобы в чае засыпать, в Китае даже специально хлорантус выращивают. Имеются эфирные масла такие, дающие приятный вкус и запах. Лакторис. Лакторис тоже единственный представитель своего семейства, и он имеется только на острове Робинзон-Крузо, который входит в группу островов Хуан-Фернандес. Его открыл шведский ботаник Карл Скотберг в лесах, маленький остров, леса, и там только единственное место, где растет этот лакторис. Только три экземпляра вообще обнаружили в 65-м году, и скорее всего оно даже уже исчезло. Ну, лакторис хорошо описали, считается примитивная лавровая, небольшой, сильно разветвленный кустарник высотой до метра, мелкие листья с мелкими просвечивающими железными точками, короткие округлые сосочки на этих листьях, имеются сосуды специализированные, короткие, с простой перфорацией, цветки где-то соцветия по 2-4 цветка, мелкие, висят на коротких ножках, нитевидных. Пыльцевые зерна имеют короткую дистальную борозду и находятся в тетрадах, вот что напоминает пыльцевые зерна магнолий, некоторых примитивных. Однако поверхность этих пыльцевых зерен, она широкими складками, вот такая волнистая, что является как раз признаком специализации, то что магнолиевых гладкие эти, пыльца гладкая. Нет нектара в цветках, но тем не менее опыляется маленькими жуками или мухами, по мнению тех, кто его описывал и видел. Плод по типу много листовка, то есть листовка 4-6 семен, раскрывается вдоль брюшного шва, маленький зародыш, ну и походит на самом деле на хролантовых, потому что у него есть прилистники, а это признак тоже и хлорантовых. Семейство манимиевые, тропические растения лавровые, довольно обширные, 450 видов, ну, в общем, это тропика, это в основном тропическая Америка, Мексика, Панама, Боливия, вот эти места, поэтому все-таки я коротенько и схемки показываю из жизни растений, потому что у нас не растет, нас скорее интересует, как оно выглядит. Также есть фрагменты ареала в Африке, то есть африканские манимиевые есть, и есть немножко в Австралии и в Тасмании. Ну, манимиевые, они все древесные, так в общем и целом, некоторые с дисковидными корнями, вечно зеленые кустарники и невысокие деревья с ароматной корой, вот как все лавровые, они такие достаточно ароматные, эти манимиевые. Обитатели влажных, вечно зеленых, низинных, горных, тропических лесов поднимаются в горы до 3000 метров, некоторые живут в засушливых условиях в лесах, саваннах. Цветки обычно однополые, но обычно они мелкие, невзрачные, иногда одиночные, иногда имеют верхоцветные соцветия. У некоторых прямо на стволе растут каулифлория, но тамбурисы тоже могут соцветия прямо на стволе быть, то есть не на ветках. Особенностью цветка считается наличие вогнутого чашевидного цветоложа, который несет на внутренней поверхности тычинки, плодолистики. После цветения цветоложа разрастается, становится таким мясистым, и форма его довольно разная у разных представителей этого семейства. Но обычно все они имеют развитые цветоложи, это признак этих манимиевых как раз. Они считаются уже специализированные, то есть долгий путь эволюции прошли, это не примитивные. По строению цветка делится на 4 подсемейства, гортониевые, терраспермовые и сепаруновые. И каждое семейство тоже довольно долго уже развивается, тоже, так сказать, каждое семейство отдельное направление эволюции. Вот иногда даже подсемейство считают как отдельное семейство. Ну, вот род гортония, на схемке есть гортония. Гортония самые примитивные считаются, два вида. Имеются только на Шри-Ланке, остров Шри-Ланка. Род гедикардия дальше имеется, тоже довольно примитивно, это восточная Австралия. Далее, род Ксималос, вот Ксималос 1, 2, на схемке его плоды, там его цветки. Южная Африка. Род Малинедия, влажные леса тропической Америки. Ну, в зарослях, там, каких-нибудь колючих пустарников могут быть. Род Эфипиандра, тоже вот на схемке имеется Эфипиандра, номер 4, номер 5. Вот можно посмотреть на цветки, мужской цветок, побег, на котором плод Эфипиандры. Листья походят на мирт, говорят Эфипиандры. Маленькие плодики величиной из горошину развиваются после опадения калиптры и сидят вот на этом мясистом цветоложи, которое вообще для этого семейства характерно. Каждый плодик, подобно желудью, окружен усеченной чашечкой. И в этом плане, видно, что лавровая. Кибара, стегантера, антабимбикса. Это леса Новой Гвинеи, и они мермикофильные. То есть, на них селятся полностью муравьи. Они их специально разводят. Видимо, муравьи таскают также и семена, как они обычно таскают. Ну и помимо муравьев, также их активно кокциды окучивают. Ну, возможно, муравьи затащили. Ну, кокциды – это тля, в общем. Довольно вообще примитивные. Сплошь и рядом их таскают муравьи и просто сажают, а потом муравьи их доят. Я думаю, что кокциды, конечно, муравьи затащили. Тамбуриса. Тамбуриса тоже у него разнополые цветки. Напоминают они фикусы, женские цветки у них. Плод достигает такой вот... Как бы это не плод, на самом деле цветок, но он где-то вот как чуть ли не яблоко так походит на яблоко, то, что очень разрастается эта самая цветоложа. И доходит этот плод до 15 сантиметров. Его называют на Вадагаскаре обезьянье яблоко, потому что, видимо, едят обезьяны. Когда у нее настоящий плод формируется, то они такие черные, блестящие, твердые, с мясистым красным выростом, как сочные, как орелоиды идут. И плоды выделяются на фоне этой яркой мякоти, привлекая животных. Животные поедают, соответственно, сочную часть околоплодника, птицы там и так далее, и разносят семена. На Мадагаскаре тамбуриса – это вечно зеленые деревья, но даже до верхнего яруса доходят, до 30 метров, то есть верх леса занимают большое. Мадагаскар, Каморские и Маскаренские острова. Тамбуриса – это вообще-то тамбур, это барабан, то есть барабанное дерево, она большая, ствол тамбуриса используют на Маскаренских островах для изготовления барабанов. Винникартия – невысокий двудомный кустарник, имеет много тычинок, где-то 40-60 тычинок у него в цветке, скученных. Пыльник скрывается как крышечка, имеют выросты на цветоложи, которые как бы цветок защищают и только небольшой вход в цветке оставляют, видимо, для насекомых. Дальше род Пиумус, туда же. И единственный вид этого рода Балдо – ароматичное дерево, высокий кустарник, растет в Чили на склонах гор, на солнечных холмах, цветет в период дождей. Вот оно на схемке – это Балдо, номер один, номер два. Ну вот примерно побег нарисован, как оно выглядит. Мелкие плодики желтоватые, сладкие, ароматные, со съедобными семенами. Ну и Балдо его на Кавказе у нас, из Чили его вывезли и развели у нас на Черноморском побережье Кавказа. Также дорифора имеется. Дорифора – вот это 5,6 на схемке. Вот ее цветок дорифора. Ароматическое, на самом деле, дерево. Новая Каледония, Тасмания, Австралия, Чили, Зеландия. Вот так вот оно, короче, и в Австралии есть, и в Чили есть. Ну, потому что раньше это все гандвана была. Дорифору в Австралии называют австралийский сасафрас. Большое дерево, до 40 метров доходит, содержит сафрол. Сафрол – это вообще-то, также вот в этом сасафрасе имеется, это масло эфирное. Имеется стаминодии, то есть, скорее всего, оплодотворяется жуками. Атеросперма муксусная. Это значит, атеросперма, она живет в Австралии и в Тасмании. Вот ее тоже сасафрасом называют, потому что тоже сафрол у него. Ароматный запах, присутствие эфирных масел и пахнет именно этим сафролом. Поэтому можно использовать как заменитель масла этого сасафраса, то же самое вещество. Так как оно душистое, то из этой атероспермы делают тоже лечебный чай и пьют с приятным таким вкусом и запахом. Может доходить до 50 метров, это большое дерево, поэтому древесина также используют для изготовления мебели, но бывает она, тоже тот же самый вид, но в виде кустарника 3 метра, то есть, смотря как там вырастет, какие там успехи у дерева в добывании пищи. Ну, большие ароматные цветки красивые распускаются зимой. Лаурелия. Я лаурелия привожу картинку, распространенная, это самая известная штука. Лаурелия ароматная, она в Америке, Чили, Патагония, вот там распространена, южно-чилийские, аргентинские анды, вечно зеленое дерево высотой до 30 метров, душистые листья лаурелии, и в этом плане, в принципе, она заменяет лавр, то есть, вот мы же лавровый лист кладем, это у нас средиземноморский лавр, о котором будет в следующем клипе, а вот эта американская, такая же, тоже там, типа лаврового листа, и поэтому они ее, лаурелия, это и назвали. В Чили они ее просто лавром называют, потому что у них других нету, у них нет средиземноморского, а у них вот это вот. Очень ароматная листья, кора, древесина, цветки, все с этими эфирными маслами, и в основном это сафрол тоже. Также они считают его лекарственными растениями, и там применяют, но наш лавр тоже считается лекарственным, кстати. Ну, я готовлю, тут будет летом фитотерапия, будут про все лекарственные растения. Ну, также, как вот наш лавр, они используют эту лаурелию, как приправу к пище. Плоды тоже там пряность, там вообще все части растений, они пропитаны этими маслами, поэтому как пряность все там используют. Поскольку дерево, то можно прямо мебель из нее делать, мебель будет пахнуть лавром, потом мебель они делают. У индейцев в Чили, тоже ветви этой лаурелии, были символом победы, как у греков и римлян. У греков и римлян же венки были из лавра, вот у индейцев тоже из лавра. Видимо, какое-то впечатление они на человека производят, что вот это что-то такое победоносное, именно такой листочек, или запах может быть такой. Дальше сепарона имеется под семейство, сепароновые, и они имеют велум, то есть кожицу, которая закрывает вход на вырост цветоложа. Иногда этот велум покрывает полностью тычинки, и остается только отверстие. Короче, покрывало, которое прикрывает цветок, оно большое, может быть, или маленькое, если оно большое, там только одна небольшая дырочка в нем, это сепарона. Сепарона тоже Мексика, Перу, Боливия, Бразилия и так далее. Ароматический кустарник, вечно зеленый, листопадный, влажные горные леса, разрастается после цветения генантии женских цветков, образует ложный плод, кирпичного темно-красного цвета, величиной с ягодокрыжовника, при созревании раскалывается на несколько лопастей, плод походит на семена с мясистым темно-красным выростом, то есть орелоид, скорее всего. Ну и всякие выросты имеют, которые привлекают птиц, тут в данном случае, скорее всего, птицы семена разносят, как обычно. Род глоссокалекс имеется, тоже сюда же относится. На самом деле, вот эти манимиви, хотя распространенные, до сих пор неизвестно, допустим, как у них там опыление происходит. Они ароматные, хотя иногда зловонные у них цветки. Часто они мелкие, собраны в соцветия, в принципе, могут насекомые их оплодотворять. Ну вот, как я уже говорил, спорят. Дело в том, что они в основном прорастают в тропическом лесу, где ветра-то нету. То есть, если бы они в степи росли, тогда бы ветроопыление можно было предполагать. Поэтому, скорее всего, вот там всякие приспособления под опыление насекомыми есть. Просто не зафиксировали, что реально насекомые посещают какие-то цветки этих манимивых. Даже вот лаурелия чилийская, она очень там всем известная, лаурелия ароматная, но насекомых на них не видели. Ну вот, в принципе, наверное, и всё про них. Семейство гомортеговые, можно ещё упомянуть. Гомортега тоже в Чили растёт. Раньше считали, что это манимиевые, но вынесли в отдельное семейство. Крупное вечно зелёное дерево, походящее на все эти манимии, с супротивными ароматическими листьями, без прилистников. Ну, имеют железки специальные в тычинках, и предполагают, что это у них рудиментарные тычинки. Что ещё про гомортегу сказать? Ну, тоже вот, скорее всего, опыляется насекомыми, но в деталях неизвестно, как его насекомые опыляют. Плод, как костянка, плоды гомортеги съедобные, едят там их местные в Чили. Ну и также древесина, это, в принципе, дерево, древесина используется для мебели. Ну и вот сравнительно недавно доказали, что всё-таки это не манимиевые. Отличие от манимиевых, синкартный геницей, нижняя зависть, костянковый плод, крупный зародыш, а у манимиевых зародыш мелкий. Ну вот, это первая часть лавровых и оставшиеся лавровые во втором клипе.